здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в третьем уроке мы продолжаем с вами рассматривать модуль диджей мега меню и чтобы нам смотреть всевозможные настройки мы должны сначала создать пункты меню вы можете сразу же на своем рабочем сайте создавать ваши пункты меню как они там у вас называться будут по-своему или же просто можете также на тестовом сайте за мной повторять и давайте сначала создадим 6 пунктов меню а потом уже будем работать с вложенными пунктами меню это делается как обычно мы переходим меню майн меню у нас есть home мы можем либо сразу переименовать ее например главное и когда мы с вами установили модуль какой бы пункт меню мы не создавали у нас с вами здесь добавился новая вкладка вот здесь она находится диджей мега меню опции мы рассмотрим чуть позже и сразу же можно перейти вот параметры ссылки как я обычно говорил что можем загрузить какую-то свою картинку например вас не устраивают картинки bootstrap то есть это имеется ввиду иконки для пункта меню у вас есть какая-то своя цветная картинка то вы ее можете с легкостью также загрузить вот здесь вот изображение ссылки давайте загрузим какую-нибудь картиночку выбираем с компьютера выбрать файл например возьму вот иконка jumla хотя в bootstrap тоже есть шрифтовая иконка но допустим мы хотим обычно сейчас вам просто показываю и открыть загрузить выбираем здесь вставить сохраняемся обновляемся вы видите конку нас поместилось и название у нас также здесь разместилась вот этот модуль мы можем потом отключить это просто демонстрирую давайте теперь просто наполним разными менюшками как вот здесь у меня в демо да для этого мы можем просто сделать здесь сохранить копию чтобы быстрее немножко был процесс назову ее тест альяс удалим автоматически он здесь потом пропишется переходим на вкладку пункт меню давайте выберем системные ссылки и разделитель то есть верхний меню нас не должно быть кликабельным нам это не нужно у нас будет под менюшки это к примеру так нажимаем сохранить сразу обновляем смотрим у нас появилось так как мы делали дубликат у нас видно здесь иконочка заменилась сразу давайте это попробуем исправить переходим вот эту вкладку диджей мега меню опции и давайте сразу сверху рассматривать настройки вот эта первая опция по умолчанию стоит в обоих показывать то есть именно данный пункт меню то есть именно вот этот тест то есть конкретно только для этого не для всего в целом меню а только для этого меню показывать ли везде показывать мега меню то есть если мы выберем мега меню вот эту кнопку поставим то в мобильной версии данной меню вообще не будет показываться если только в мобильным нужно показывать данный пункты меню отображать мы выбираем мобайл меню но здесь такой задачи нет, поэтому мы здесь оставляем показать везде. Меню субтайтл, это вот как раз таки дополнительный какой-то текст к кнопке меню. Вот видите, вот здесь у меня мелкими буковками ниже под, например, тест 3 стоит текст тест. Этот текст, он прописывается как раз вот здесь. Напишу просто 1, 2, 3, чтобы вы сразу видели разницу. Ну и речь зашла у нас сейчас о иконке. Сразу назначаем иконку. Вот здесь в описании показано, как пользоваться. И сразу здесь вот есть ссылочка. И мы кликаем вот на эту первую ссылку, где написано 500+. В новой вкладке браузера открывается сервис иконок. И мы здесь ищем какую-то иконку, то есть подходящую к данному пункту меню. Я не буду сейчас здесь что-то долго выискивать. Я, для примера, возьму какую-то вот любую абсолютную иконку, например, вот эту. Кликаю по иконке. Как вы видите, вот здесь в примере мы можем сделать просто огромных размерах их. Как это сделать? Сейчас я вам покажу. Вам нужно вот из этой строчки взять между вот кавычками вот весь вот этот текст. Целиком. Все иконки прописываются так. И меню Icon мы вставляем здесь иконочкой. Давайте сразу сохранимся и посмотрим, что у нас получается. Обновляюсь. Видно, иконочка встала. Но она здесь внизу, чтобы она была примерно посередине, нужно увеличить ее размер. Она здесь очень маленькая. И если мы с вами посмотрим вот сюда, здесь нам показывают, как прибавлять размер к названию иконки. То есть вот здесь вот написано Fa, Fa, Home. Пробел. И идет Fa. И идет размер 2x. Мы прямо отсюда можем из подсказки копировать данный текст. Кликнем в поле меню Icon. Нажмем пробел. Вставим Fa 2x. И можем увеличивать размер путем вот здесь вот смены цифр. Здесь нормально смотрится размер 3x. Вот этот момент, я надеюсь, понятен. Выбираем любую иконку. Название у каждой иконки индивидуальное. Оно начинается одинаково. Fa, Fa, черточка и название иконки. Если нужно увеличить размер, мы ставим пробел, ставим Fa, черточка. И вот здесь играем с размерами. И на конце обязательно x. Давайте посмотрим. Сохранить. Обновляемся. И вы видите, иконочка стала такого достаточно большого размера. Я считаю, она смотрится здесь довольно-таки неплохо. То есть вот так вот просто мы сейчас можем назначить иконки. И теперь давайте просто наполним наше меню пунктами меню. Мы нажимаем создать копию. Я это быстро сейчас буду делать, чтобы не тратить время. Поэтому я оставляю как есть. Тут Test 2. Нажимаю опубликовать. Пускай иконки у меня будут там те же самые. Нажимаем сохранить. Это третий пункт меню. Нажимаю сохранить копию. Состояние опубликовано. Сохранить. Посмотрим. Вот у нас они создаются. Все хорошо. И давайте еще несколько я создам. Опубликовать. Сохранить. Сохранить копию. Опубликовать. Сохранить. Сохранить копию. Опубликовать. Сохранить. Обновляюсь. И одно меню даже, видите, лишнее. Что сделать с таким меню? Ну, но здесь, в принципе, что можно сделать? Некрасиво все равно смотрится. Здесь придется смотреть на ваш шаблон. Если ваш шаблон, каркас, можно сделать шире, то, соответственно, менюшки у вас уместятся. Ну, или какие-то менюшки придется спрятать под меню. Поэтому тест 6 я делаю сейчас под менюшкой к пункту меню тест. То есть я сейчас делаю пункт меню. Вот этот тест 6 у меня не уместился. И вот здесь родительский элемент. Кликаем по списку. И выбираем второй пункт. Это тест. Нажимаем сохранить. Обновляемся. У теста появилась такая стрелочка. Вы видите, да? И у нас появляется пункт меню всплывает. Все у нас работает. Для подпунктов меню можно иконочки сделать меньшего размера. Поэтому мы переходим в настройки пункта меню. И вот здесь вообще фа убираем. Чтобы иконочка была маленькая. Обновляюсь. И у нас смотрится уже намного лучше. Итак, на этом я заканчиваю данный видео урок. И домашним заданием будет для вас. Чтобы в следующем уроке мы быстренько начали работать. Все у нас получалось. Для этого вы создаете вот такие подпункты меню. Несколько штук. Чтобы закрепить информацию. И дальше уже пойдем по настройкам смотреть. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке.